Мама, папа, брат, все эти родственники Людмилы Пикташевой похоронены на кладбище села Карива. В последние годы жители беспокоят изношенность ограждения погоста. Невооруженным глазом виден крен забора, местами отсутствует штакетник, а калитка вообще как в фильмах ужасов. По словам пенсионерки, здесь практически у каждого похоронены родственники. И для решения проблемы сельчанам необходимо объединиться. Со стороны мужа, участники войны, Пикташев Пико, участник войны похоронен. Много, много, да, похоронила родственников. Очень надо, очень. Вот видите, визуально даже видно, что пришла в ней годность. Вот пользуясь случаем, я даже хочу обратиться вот к жителям Нефтекамска. Выходцы из нашей деревни, из нашего сельсовета, многие города Нефтекамска проживают. Может, они тоже какую-то спонсорскую помощь окажут, если услышат. Просим, пожалуйста, потому что это вечное наше пристанище. Мы все там будем, прости господи, но это так. Спонсорская помощь необходима для участия в программе поддержки местных инициатив. Несмотря на неудачу в прошлом, в этом году жители нацелены пройти конкурсный отбор. На сходах граждан явка была высокая. В условиях пандемии итоговое собрание пришлось проводить в два этапа. Нужно отметить, что кореевцы единогласно поддержали проект по благоустройству кладбища, потому что знают, программа действительно работает. В предыдущие годы тоже наша деревня участвовала в пандемии. Был построен хоккейная площадка в парке деревни Кореева, где сейчас в настоящее время сельская молодежь и школьники с радостью занимаются спортом. И также в прошлом году был построен теплый туалет в корейской общеобразовательной школе. То есть проект помогает? Проект помогает развиваться в дальнейшем тоже. Это очень хорошая программа. И мы тоже, насилие нашего последнего, рассчитывает на поддержку этой программы в этом году. Стоимость проекта составляет 750 тысяч рублей. К сожалению, на эти деньги жители планируют не просто оградить кладбище площадью в 360 квадратных метров, но и построить небольшое помещение для хранения инвентаря, а также туалет. Их не останавливает то, что нужно вложить в собственные средства. Главное – привести в порядок место захоронения их родных и близких. Анастасия Тимирбаева, Никита Веприков, информационная программа «Время новостей».